Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Больше 100 тысяч в месяц в Варнауле назвались самые высокооплачиваемые рабочие профессии, где искать золотую жилу. Остались без крыши, почему жители города мокнут под дождем на остановке. Красная икра – язык, на чем барнаульцы собираются сэкономить в новогоднюю ночь. Краевой бюджет ежегодно расходует на 92-94% от запланированного. И специалисты делают все, чтобы бюджет исполнялся максимально. Такой ответ дал министр финансов края Данил Ситников во время онлайн-конференции, где его спросили об исполнении главного финансового документа региона. Дело в том, что уже завтра депутаты АКЗС будут рассматривать законопроект краевого бюджета на следующий год во втором чтении. Некоторых парламентариев беспокоит вопрос реализации в полном объеме его расходной части, так как ежегодно остаются неосвоенные суммы, которые съедает растущая инфляция. Министр назвал несколько причин этому. Возникновение остатков складывается по разным причинам. Об условленном экономии по расходам краевого бюджета по конкурсным и закупочным процедурам, а также заявительным характером предоставления пособий, компенсации, денежных выплат. Промежуточные итоги освоения средств ежеквартально рассматриваются на заседаниях правительства Алтайского края. Добавим, что ко второму чтению бюджета в Алтайский край поступил дополнительный трансфер из федерального бюджета. Общий объем доходов региона увеличился почти на 6 миллиардов рублей. Продолжим. Финансовую помощь муниципальным образованиям края планируют увеличить до 300 миллионов рублей. Это должно решить вопрос переселения жильцов из аварийных домов, признанными таковыми до 1 января 2017 года, и должно помочь плавно перейти к следующей программе переселения из домов, которые признали ветхими после 1 января 2017 года. Кроме того, чтобы завершить первую программу досрочно в 2023, органам местного самоуправления за последние годы дополнительно перечислили больше 1 миллиарда рублей из краевого бюджета. В рамках этой программы в Алтайском крае предстояло расселить 156 ветхих многоквартирных домов. Из них на данный момент осталось 18. Все они находятся в Барнауле. По каждому зданию составлен план действий, сообщили в комитете ЖКХ города. По состоянию на 3 ноября в край расселили чуть больше 4 тысяч человек. Они мокнут под дождем, их сдувает ветром. Жители улицы Кавалерийской не без приключений садятся в общественный транспорт. На второй по счету, но первой по популярности остановки для двух единственных маршрутов уже несколько месяцев нет павильона. Когда она появится, узнавали мои коллеги. Остановка Раздора, гаражи на улице Кавалерийской. Год назад во время ремонта дороги здесь демонтировали остановочный павильон. Тогда жители возмутились в первый раз. Это вторая по счету, но первая по популярности у пассажиров остановка двух единственных маршрутов автобусов 24 и 57. Через некоторое время поставили старенькую. А по осени мы идем, смотрю, они уже здесь выдалбливают. А еще снега не было. Я думаю, наверное, хотят вот такую поставить, современную. И все, на этом все закончилось. В контрастную осень 2023-го, когда плюс уходил в резкие минусы, наоборот, с дождями, снегопадами и ураганом местные пассажиры ощутили, как никто другой. Утром идут люди на работу, всегда на эту остановку, не на ту, а на эту. И всегда в садики, в школу, в кадетку везут. Ну, везде детей везут. А Буран? А еще вокруг большой гаражный кооператив. И те, кто живет далеко, оставляют машину здесь и уезжают с этой остановки. Кстати, на остановке напротив павильон есть. Это предпоследняя остановка на маршруте. И кому здесь нужна крыша над головой, жители не понимают. Павильон появился после того же ремонта дороги. И это вызывает еще больше возмущений жителей. Под ее крышей прячутся пассажиры с остановки напротив. Везем нас от рассаду. Мы вон там сидим, ждем. Идет автобус. Вот вы представляете, она же тяжелая. И мы бежим. И нет еще уверенности, что мы можем успеть, если здесь стоит один человек. Своё мнение люди не раз адресовали властям. В Дорожном комитете города нам сообщили, что знают об этой проблеме. И скоро на прежнем месте должен появиться новый остановочный павильон размером не меньше временной конструкции. Специалисты объяснили, что габариты рассчитали в зависимости от остановочной площадки. На вопрос, почему уже два месяца об остановке свидетельствует только знак и урна, в комитете ответили так. В связи с задержкой поставки материалов, необходимых для изготовления остановочных павильонов, потребовалось больше времени для монтажа остановочного павильона. Власти обещают, что новый остановочный павильон появится здесь до конца 2023-го. И более чем годовая история возвращения конструкции должна закончиться. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Помочь выбраться из горящей машины, спасти застрявших людей на трассе, обеспечить пострадавших питанием и теплой одеждой. В Первомайском районе прошли учения по предотвращению и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций в зимний период. Готов ли край к опасному снежному сезону? Сколько спасателей мониторят дорожную обстановку? И как быстро они готовы прийти на помощь, узнавала наша съемочная группа. В считанные минуты вытаскивают человека из заблокированной машины, помещают его в снегоход. Спецмашина экстренно доставляет пострадавшего в пункты обогрева. Аварийные спасательные службы края оттачивают навыки по борьбе с зимними происшествиями. Масштабные учения проходят в Первомайском районе. В тренировочном процессе задействовано 120 человек и 50 единиц техники. Спасатели, медицинские работники, полиция, дорожные службы проверили свою готовность к чрезвычайным ситуациям в зимний период. На комплексные тренировки побывал и губернатор Виктор Томенко. Глава региона провел выездное заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Выстраивание по всему краю и стационарных, и мобильных пунктов обогрева, там, где могут и люди переждать непогоду, там, где можно и технику даже поставить. Она сегодня сформирована и по мере необходимости где-то дислокация эта уточняется. Работа по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае ведется постоянно. В частности, за последние три года парк техники пополнился на 300 единиц. Сегодня в арсенале аварийно-спасательных служб имеется почти 1300 машин. Жители края себя должны чувствовать спокойно, уверенно и быть убеждены в том, что вся система власти не кто-то отдельный, а вся система власти в случае необходимости сработает. Это мы обеспечим. В опасный снежный сезон ситуацию на алтайских дорогах отслеживают 700 специалистов и 200 единиц техники. Службы МЧС готовы в случае ЧП прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они стоят практически все на круглосуточном дежурстве и в течение 10 минут реагируют на все вызовы, связанные с дорожным транспортным происшествием и с другими происшествиями, которые так или иначе характерны для зимы. После учения глава региона отметил, что необходимо усилить систему оповещения и передачи информации между службами. А что касается муниципалитетов, то им нужно подготовить пункты временного размещения, создать запасы продуктов, чтобы в случае ЧС на дорогах у пострадавших было все самое необходимое. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, День с толком. Продолжим. Студенты Барнаульского медицинского колледжа смогут отрабатывать навыки по применению внутрикосных конюлей. Эти небольшие по размеру устройства помогают спасать жизни при самых сложных травмах и обширных ожогах, полученных в том числе в зоне боевых действий. В следующем сюжете расскажем подробнее. Темно, идет стрельба, мигают лампы. Все как в желтой или даже в красной, самой опасной зоне боевых действий. В условиях, максимально приближенным к реальным полевым, санинструкторы отрабатывают навыки тактической медицины, то есть приемы оказания первой помощи раненому. К такому обучению Барнаульский медицинский колледж приступил практически сразу после начала военной спецоперации. Мы консультировались с экспертами из Росгвардии, которые прошли боевые действия. Сейчас мы с ними активно работаем. Это представители отряда СОБР, которые сначала у нас проходили обучение по первой помощи, когда их туда направляли. Они некоторое время были в зоне специальной военной операции. Сейчас уже мы их привлекаем для обучения наших студентов в рамках вот этих профессиональных навыков. Правильно наложить жгут, остановить кровотечение и эвакуировать раненого с поля боя. Эти навыки на базе симуляционного центра колледжа санинструкторы отрабатывают регулярно. Здесь же учатся ставить внутримышечные и внутривенные уколы. Но о внутрикосном виде инъекции до сих пор знали только в теории. Теперь же технологией можно овладеть на практике. Оценив возможности симуляционного центра во время визита депутат Госдумы Александр Прокопьев пополнил его фонд специальным тренажером для внутрикосного введения препаратов. Я вам этот тренажер, по сути, не только канюли, тренажеры передаю. Надеюсь, он вам пригодится, будете тренироваться на нем. Успехов вам! Канюли отечественного производства применяют при обширных ранениях грудной клетки, брюшной полости, ожогах большой площади. С помощью устройства лекарство вводят в кости и уже через 10 секунд оно попадает в кровеносную систему. Это инновационное изделие. Даже одна такая канюля дает возможность даже самого тяжелораненого бойца, что называется, дотянуть до госпиталя, где есть необходимые условия для оказания ему врачебной помощи. И это, конечно, увеличивает шансы для спасения жизни. Внутрикосное введение лекарств применяют и в гражданской жизни при чрезвычайных ситуациях или критических состояниях, когда нет возможности поставить укол иным способом. Так, преподаватель медколледжа, практикующий врач Барнаульской станции скорой помощи Анна Галахова, однажды благодаря инновационной канюле помогла пациенту с обширным инфарктом миокарда. Давление было настолько низким, что мы не могли его с фельдшером вдвоем прослушать вообще никакими методами. Порядка 5-10 минут мы пытались подколоться в вену. Но у нас это все было безрезультатно, так как все вены спались из-за низкого давления. И мы решили, что вот это тот момент, когда нам нужно применить внутрикосный доступ. После лечения через две недели пациент был выписан домой с выздоровлением. Обучаясь манипуляциям с внутрикосными канюлями, студентов медколледжа, прежде всего санитарных инструкторов, начнут в ближайшее время. Практическую пользу от новых знаний молодые медики осознают. Умения, которые помогают спасти жизни, говорят они, самые ценные. Ежегодно специалисты выявляют в среднем 1700 случаев заражения ВИЧ в Алтайском крае. Притом около 400 человек – это беременные женщины. За последние 11 месяцев одним из важнейших направлений работы Краевого спидцентра стала помощь инфицированным детям. Подробнее расскажет Данил Кузнецов. И он уже отпил все наши сиропы. Правда. И уже кровушку сдал. И даже не заплакал. Нет, это не роддом, а Краевой спидцентр. А это ребенок, рожденный от ВИЧ-инфицированной мамы. Однако переживать за него не стоит, ведь Мария ответственно подошла к беременности. Мне брали регулярно анализы, давали препараты, которые я принимала. Когда мы вступали в роды, я также получала терапию. Ребеночек после родов также получал терапию, чтобы не было заражения именно маленького. Именно с забора крови и подтверждения опасного заболевания специалисты ставят на учет женщин в положении. В последнее время число беременных с ВИЧ остается на том же уровне – 400 человек в год. Общая заболеваемость тоже стабильна. 1700 новых случаев ежегодно. Тем не менее, врачи отмечают феминизацию болезни. Если еще 10 лет назад больше 60% случаев относилось к мужчинам, то сейчас они сравнялись с женщинами. Вырос и возраст болезни. Теперь чаще всего ее находят у людей средних лет – от 35 до 45. Также сменился путь передачи. И по итогу прошедшего года и даже по предварительной информации текущего года мы видим, что абсолютным лидером среди пациентов, у которых вновь выставлен диагноз, это половой путь передачи. Он уже превышает 80%. И это несравнимо с тем, что было даже 10 лет назад, когда основной путь передачи был. Это путь за счет внутривенного употребления наркотиков. После подтверждения анализа кровь идет в лабораторию. Там с ее помощью проверяют, насколько хорошо функционируют внутренние органы. Исследование также показывает, какие лекарства нужно принимать, чтобы минимизировать риск передачи заболевания младенцу. Конечно, самый идеальный вариант, когда у нашей вичинфицированной женщины беременность наступила уже на фоне терапии, на фоне неопределяемой вирусной нагрузки, то есть тогда, когда риск передачи сводится к минимуму. В иных случаях, если не принимать препараты или прервать их использование, то риск передачи вируса ребенку повышается. Однако таких людей немного. Поэтому в Алтайском крае число зараженных новорожденных от вичинфицированных составляет лишь 1%. Однако важно, чтобы после родов болезнь не передалась с молоком. Итак, рекомендации я тебе дала, как ты должна после родов там себя вести, по скармливанию ребенка, чтобы родное скармливание у нас исключено, а ребенок будет на искусственном скармливании. Все дети наблюдаются у невролога и психолога. Бывают случаи, когда ребенок заражается уже после рождения. Поэтому специалисты проверяют нервную систему и когнитивные способности. То есть мы активно сами выясняем, есть ли у ребенка особенность поражения нервной системы и в какой степени. Либо это просто задержка речевого развития, либо это задержка нервно-психического развития, если это ребенок маленький. Дети более старшего возраста, они практически все имеют у нас когнитивный дефицит. Он выявляется в небольшом снижении успеваемости в школе. Психологи, в свою очередь, рассказывают, как правильно объяснить ребенку о заболевании. Лучше всего этим делиться в возрасте от 8 до 12 лет, когда достаточно созреет. И желательно не использовать терминов, а сказать просто – не хватает иммунитета. Данил Кузнецов, Андрей Печеркин, день с толком. 33 дня остается до празднования Нового года. Совсем скоро начнутся массовые закупки на праздничный стол. И с нынешними ценами на продукты придется чем-то жертвовать. Мы решили узнать, от какого блюда или продукта готовы отказаться барнаульцы. От чего бы вы смогли отказаться на новогоднем столе? Какое блюдо вы не приготовили из-за того, что все дорого? И чем можно пожертвовать? Даже не знаю. Холодец, наверное. Да нет, не все хватает. А что бы вы не приготовили? Наверное, икры не будет. Ну, наверное, язык. Искана. А еще какой будет, например? Вот язык и что еще можно? Чем вы смогли бы пожертвовать? Ну, говорят, икру и холодец. Ну, икра – это даже вообще как бы она… Я даже про это и не думаю, и не мечтаю. Вот. Ну, холодец уж как-нибудь. Лучше. Сможем, да? Сможем, да. Все равно холодец – это такой праздничный. Вывод, что вы бы отказались? Ну, наверное, все только от икры. Самое популярное. Все буду готовить. А что будете готовить? Абсолютно все. Самое любимое ваше блюдо? От оливье до холодца, ребят. Таксисты и курьеры – вот куда надо было идти, чтобы не отказываться от икры и языка. Портал работы ХРУ назвал самые прибыльные рабочие профессии в Барнауле. Оказалось, что за этот год в краевой столице больше всех заработали таксисты – около 120 тысяч рублей в месяц. Курьеры – чуть больше 80 тысяч. Торговые представители – порядка 60. Продавцы и кассиры – около 30 тысяч рублей. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова